ребята всем привет я вам показываю секрет секретный посмотрите какой красивый у нас тут подсвеченный объект это сказочная страна Еленовка гляньте какая красотища здесь мы проводим эксперимент видите эту часть мы покрасили флюоресцентными красками чтобы они вот так горели нужны специальные лампы мне не хватило высоты лестницы поэтому я верхушечку еще не успела докрасить ну вот я могу вам показать что уже как бы происходит ночью выглядит так конечно загадочно хочу вам сказать вот получается обычная часть подсвечивается обычной лампой ну как бы все там разноцветная лента за счет разных оттенков будет подсвечиваться работа а тут вот уже такая вот как сказка волшебству гляньте как красиво смотрится слон вот они лампы они тут в таком как бы экспериментальном варианте просто на штативе поставлены потому что мы пока присматриваемся к этому искусству и смотрим где бы лучше разместить свет поэтому пока штатив то там-то тут разных местах подсвечиваем и смотрим как будет красивше очень красиво светится красный оттенок а там вот интересно я зелененьким подкрасила но это как-то под цветом лампы я смотрю он больше такой как салатовый какой-то переходит ну тоже интересно гляньте как красиво заклепки светятся при этом свете очень интересно сейчас поближе покажу вот этот фиолетовый оттенок он получается за счет того что это белая рама и как бы на нее свет попадает из-за этого она таким вот голубым светится вот эта часть у нас не покраска видите это стандартная покраска а вот это уже флюоресцентные оттенки мы покрасили прозрачным получается он не имеет никакого цвета но из-за того что вот лампа на него падает он как бы имеет такой я бы сказала на белый какой-то оттенок работает конечно с этими красками учить тяжело у них такой запах специфический причем если жара это конечно ужас я вам потом отдельно покажу как они выглядят эти краски как я их развожу а я сделаю небольшой такой обзорчик по красками расскажу свои ощущения вообще о производителе и как мы их смешиваем на каких вообще базах в общем ну какие цвета красиво смотрятся какие некрасивы вообще как она все это дело ну вот в работе себя ведет а здесь я уже вам наглядно показываю как она выглядит покрашена днем когда я крашу этими красками их не сильно видно вот особенно если брать прозрачный оттенок то получается прозрачная наносишь и как тяжело тяжелая работа в том что не видишь что ты покрасил чего не покрасил здесь и я хочу сказать что когда я наносила кисточкой очень красиво вот видно что здесь есть текстура вот если присмотреться можно увидеть а мазки от кисточки получается текстура камня сохраняется при нанесении вот этой вот краски это у меня руки вот выпасы выпачканных краски поэтому его посветит вы это видите вот здесь очень хорошо все как бы светится если задувать пистолетом то я думаю это будет не очень красиво она задует одним полотном и вот этот вот весь эффект потеряется поэтому тогда вот такими пропусками она даже вот создает какой-то интересный эффект но вот я уже вижу где у меня брак я думаю что вы тут надо добавить потому что слишком большой пропуск здесь нужно подобавлять здесь а вот этот камень в принципе в идеале потому что есть и где-то апсина затушевана где-то чуть-чуть и вот такой вот пропуск вот эта скала я вам покажу подню вот эту сам весь этот объект он в бежевом белом оттенке поэтому как бы силе лампа подсвечивает попадая на белый фон мы видим вот такой вот фиолетовый это из-за того что вот бежево-светлая скала так чтобы такая красота сейчас а вот посмотрите как еще интересно я здесь расписала серединка получается голубым оттенком и краешки сделала салатовым а вот эта вся часть она просто запылилась из-за того что здесь трассы рядом то ну как бы запылилась вот эта нижняя часть и она не сильно светится а так посмотрите как там тоже слон очень интересно я его тоже не стала задувать полностью потому что не хочу и текстуру терять а так в принципе он другой какой интересный эффект у него очень красивый такой красавчик просто красота красоте на очень интересно такой как этот в волшебном каком-то переливе будто на него какое-то заклинание тумана так и там просто стоит такой цветочник я вам потом его по дню покажу вот так вот так выглядит красота а сейчас я хочу уже так как мы приехали показать еще как выглядит уже объект с обычной подсветкой вот здесь конечно очень много света видите как будто летающая стрелка приземлилась на башню тут у нас будут красивые кузнечные ворота уже все готовится к этому там тоже все все светится здесь тоже задумывается очень много флюоресцентной покраски будем полностью забор весь подкрашивать я думаю здесь если будут проводиться какие-то вечеринки будет выключаться вот этот основной свет и будет включаться уже подсветка именно какая-то но специальными вот этими лампами тут и будет тоже очень интересно потому что я расписываю вот эти все цветочки зелененьким что-то желтеньким что-то красненьким а в общем тоже все это должно очень интересно подсвечиваться будет вообще красиво там у нас русская барыня с ворона сорока она тоже вся покрашена нейлоновыми красками я тоже хочу потом приеду вам покажу как она светится сейчас надо просто здесь целое дело погасить вот эту всю все освещение чтобы подключить вот эту лампу протянуть сюда тоже обратите внимание как и интересно здесь сделали цветочники вот в этом цветочнике потом засыпется земля и посадится растение цветы и среди цветов будут вот эти наши ужастики расти лампочка у него глазика они могут даже подмигивать глазиками такой рапуз там такая большая башня вот интересно конечно вот это все дальше у нас здесь будет две беседки красивые ступеньки очень много будет клумб красивая набережная в общем рассказывать вам не перерассказывать здесь я тоже провожу эксперименты с флорсентными красками тоже все тут у должно светиться сейчас я вам покажу краешком как у нас идет роспись вороны гляньте какая красоточка просто красоточка здесь еще цветочки красивые нарисуем орнамент у нее интересный красота красотянная там проводится вода объект достаточно большой тут столько всего еще планировается разных задумочек поделать что будет еще много много всего интересного да башня конечно светится обалденно тут можно днем книги читать я завтра постараюсь уже приступить к росписи болтика болтик уже тоже хочет светиться разными фюресцентными красочками подумаю каком-то красивом таком оттенке так что ребята следите за нашими новыми выпусками я еще не решила то ли у меня будет синих таких сине-фиолетовых отливов с таким как бы посмотрим посмотрим ребята я еще думаю над этим так что держу интригу так что вот такое вот вот я вам хотела сегодня показать там у нас домовенок читает сказки всем прохожим здесь конечно красота не мое видно тут уже плиточка везде вылаживается там мега площадка для машин формируется так что вот такая ребята красота будем приезжать снимать очень много всяких будем вам идей по благоустройству своего участка показывать так что не переключаемся следим за нашими новыми выпусками ну а сегодня я с вами прощаюсь встретимся уже на новых обзорах и мастер-классах а